МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Север. В студии Антон Парахин. Здравствуйте. В начале выпуска главной темы. И дела, и праздник. День Заполярного района стал поводом для съезда глав сельских поселений. Региональное отделение Союза пенсионеров России в Ненецком округе отметило 20-летие со дня своего образования. Подробнее об этом смотрите в материале Ольги Русул. Ненецкий округ отметил Всемирный день здоровья. Любой желающий мог прийти в КДЦ, чтобы измерить артериальное давление или, к примеру, узнать уровень сахара в крови. Все подробности в нашем материале. Долгострои в селах, неосвоение бюджетных средств и развитие предпринимательства на территории округа. Эти вопросы стали основными на еженедельной расширенной планерке. В Рио глава региона Игорь Кошин дал ряд поручений начальникам управления муниципальных образований, чтобы начать, наконец, решение наболевших проблем. Системный подход к решению проблем важен во всем. Это касается и строительства жилья, и поддержки многодетных семей. То же касается и государственных закупок. За 2013 год, по сведениям Управления финансов, органами исполнительной власти не освоено почти 50% средств. За первый квартал сумма запланированных и необъявленных госзакупок составила более 130 миллионов рублей. Отмечаются многочисленные переносы срока появления закупочных процедур на более поздние периоды, что ставит под угрозу исполнение запланированных закупочных мероприятий, в том числе социально значимых. Такие проблемы нужно решать в команде, отмечает глава региона. Игорь Кошин дал неделю главам управлений на предоставление отчетов объяснений по несостоявшимся торгам. Если существует общая проблема, будем решать. Если нет, будут применяться санкции. С таким же подходом надо решать проблему долгостроев, уверен руководитель региона. Десятки жилых домов, школ и фоков по всему округу ждут своего часа, чтобы, наконец, открыть двери ученикам, спортсменам, творческим коллективам и нуждающимся в жилье людям. А причина невозведения почти всегда одна – недобросовестные подрядчики. В РИО главы округа предлагают ввести обязательный системный надзор, который будет ввести централизованный стройзаказчик. Передать договорами от района главам поселений необходимую часть функции муниципального земельного контроля. Срок 30.04. Дальше. Включить глав муниципальных поселений в состав комиссий, принимающих объемы работы, готовые объекты. То есть у нас главы должны подписывать КАЭС, они должны участвовать в этом процессе. Тогда, я думаю, у нас с качеством будет немножко по-другому. Игорь Кошин предложил и еще одну меру, которая поможет избавиться от некачественно построенных домов – государственно-частное партнерство. Компании «Верса-М» и «Наренмарстрой» готовы в ближайшее время начать возведение дома по улице авиаторов и пристройки городской больницы. Чтобы отслеживать состояние строек, будет создан единый сайт. Узнать, где, что и к какому времени появится в округе, можно и по горячей линии губернатора. Да, сегодняшний день мы собираем горячую линию губернатора Нинецкого автономного округа для оперативной связи с населением по различным проблемным вопросам и вопросам социально значимых. Что касается предпринимателей, то для них необходимо создать благоприятную среду как в городе, так и на периферии. Как показала практика, именно частники способны быстро реагировать на нужды населения и предлагать необходимые услуги быстро и без лишних затрат. По итогам прошедшей недели Игорь Кошин отметил хорошую организацию спортивного праздника «Семенхат-Мерита» и второе место искательской команды мини-футбола на всероссийских соревнованиях. За такие достижения ребята получат возможность тренироваться в новом спортзале, который возведут в поселке искателей. Валентина Чибичек, Сергей Качегов, Телеканал «Север». В округе отметили День Заполярного района. Праздник ежегодный проходит традиционно 4 апреля. Дату установил районный совет в 2009 году. Торжественное собрание в этом году запланировано на 15 апреля. Ну а пока деловая программа. В ситуационном центре КДЦ «Арктика» представители Совета муниципальных образований Ненинского округа. В съезде приняли участие главы сельсоветов. Те, кто не смог присутствовать лично, делегировали представителей. Окружные власти представляли Михаила Пехтин от администрации и Александр Белугин от собрания депутатов. Участники съезда заслушали отчеты о деятельности ассоциации за прошлый год. В результате работы организации в судах в бюджеты муниципалитетов возвращено более 16 миллионов рублей. Предложено также наделить ассоциацию с законодательной инициативой. Однако решение за собранием депутатов. В тот же день на комиссии по местному самоуправлению участники обсудили проблему развития сельских поселений. Проблем у села немало. Одна из них – отсутствие какого бы то ни было градостроительного планирования. На сегодняшний день у нас геймпланы не приняты практически ни в одном населении. Это не приняты, но они не соответствуют жизни. Да, во-первых, то, что мы выясняем с поездками, это не соответствует жизни. Кроме того, мнения участников разделились, стоит ли разработать программу для каждого муниципального образования или лучше одна – окружного или районного статуса. В итоге пришли к компромиссу – составить типовой стандарт, заполнением которого занималось бы каждое сельское поселение. Впрочем, окончательное решение принято не было. От муниципалов ждут собственного видения вопроса. Нужно разрабатывать программы, а понимания нет. И может быть, муниципалу не дополняют, чтобы они подготовили и начали работу. И не надо разработать программы, а разработать предложения. Вышестоящие органы власти, в свою очередь, помогут селам с разработкой собственных программ. Ожидается, что эти меры позволят привести в систему работу с сельскими населенными пунктами. Дмитрий Щепанов, Леонид Шишелов, Антон Водряков, Телеканал «Север». 20-летний юбилей сегодня отмечает компания «Транснау Шиппинг». В честь такого события директор компании Владимир Тюркин собрал региональных журналистов и рассказал об истории организации, успехах работы и трудностях, без которых она не обходится. «Флот всегда готов к работе», — так начал свою речь Владимир Александрович. Начиная с 1994 года «Транснау» работает по большому количеству направлений. Среди основных — «Северный завоз». Компания доставляет в Нинецкий округ каменный уголь, дрова, продукты питания, стройматериалы и многое другое. Работает предприятие успешно и достойно справляется с трудностями, которых в их деятельности бывает немало. Один из примеров — «Навигация-2013» и доставка грузов в «Каратайку». Тогда вместо пяти суток судно добиралось до поселка «Пятнадцать». «Лед встал за одну ночь», — рассказал директор компании. «Мы могли бы сослаться на форс-мажорные обстоятельства, но как ответственная компания продолжили работать». Тем не менее, мы все это ГСМ развезли по всем портопунктам, хотя уверенности даже у меня твердой в этом не было, но уже заканчивали там чуть ли не в середине ноября работу, но мы ее сделали. На сегодняшний день в распоряжении организации «Парк контейнеров» — около 300 штук, свои автопогрузчики, несколько складов, в различных частях России собственный причал в Архангельске, а также 12 судов. К «Навигации-2014» — «Все готово», — резюмировал свое выступление Владимир Тюркин. Свой профессиональный праздник накануне отметили геологи. Благодаря в том числе людям и этой непростой профессии наш регион продолжает развиваться и процветать. В преддверии праздника руководство округа и города посетили старейшее в регионе геофизическое предприятие «Нырьянмарс» и «Сейсморазведку». Компания была создана 56 лет назад. За более чем полувековую историю она пережила несколько этапов становления, несколько раз менялась пропиской названия. И лишь в 1976 году предприятие окончательно переехало в заполярную столицу из Архангельской области, а в 1992-м оно получило название «Нырьянмарсейсморазведка». Сегодня акционерное общество — крупнейшее в отрасли геологии на территории округа. Впрочем, специалисты компании успешно ведут работу уже и за пределами региона. Сегодня мы в самом разгаре полевого сезона. Здесь находится буквально 50-60 человек. Это контора и обслуживающий персонал базы. Все остальные, 700 человек, бороздят бескрайние просторы Ненецкой туннеры, давая новые структуры для нефтяников. Сегодня, по сути, мы живем благодаря тому, что в свое время очень хорошо поработали геологи. Сегодня, вы видите, мы работаем все вместе, потому что цель и задача у нас одна. Это сделать жизнь в округе не на словах, а на деле комфортной и понятной. После поздравительных слов говорили и о перспективах компании. В последнее время на территории округа появилось много предприятий НИИЗНАО, занимающихся геологоразведкой. Задача Нарьинмарской организации — оставаться конкурентноспособной. А для этого, в том числе, необходимо привлекать на работу молодые кадры. Юбилей отметило и Ненецкое региональное отделение Союза пенсионеров России. 20 лет со дня образования. Для региона это действительно большой праздник. Практически в каждом населенном пункте действуют клубы по интересам для людей высокого возраста. Подарки, поздравления, концертные номера. Торжество прошло с размахом. Подробности в нашем материале. 20 лет — возраст молодости, годы расцвета. Это в полной мере относится к региональному отделению Союза пенсионеров. А в Ненецком округе за два десятка лет активистами этого движения сделано немало. На территории региона действуют 45 клубов. Наши пожилые люди поют, танцуют, вышивают, творят. Выход на заслуженный отдых в округе расценивается как возможность реализовать себя. С легкой руки руководителя регионального отделения Союза пенсионеров Риммы Васильевны Костиной. Людей пожилого возраста в Ненецком округе называют людьми высокого возраста. Римма Васильевна из тех, кто горит сам и зажигает других. Наши пенсионеры всегда в гуще событий. Они — люди с активной жизненной позицией и четкими планами на перспективу. Нам очень помогают. Мы гранты выиграем, мы субсидии получаем. Но понимаете как? У нас настолько у пенсионеров широкие фантазии и столько много мыслей, и столько много желаний чего-то сделать, что даже тех больших денег, что нам дают, нам не хватает. На торжество в Наринмар приехали коллективы из всех уголков округа. В качестве подарков себе и товарищам привезли выступление. Пенсионеры Хангурея все без исключения в количестве 62 человек — участники клуба «Родник». Считают одним из значимых направлений своей работы школу здоровья. Учимся сами себе помогать, делаем сами рецепты из трав. Участницы клуба «Золотой возраст» из Великовисочного знатные пивуни. Затянут песню, за ними все село запевает. Ни один праздник без их участия не обходится. Помогаем в Доме культуры проводить концерты. Участвуем в Девятом, но в Девятом отрезке нет, но в Новый год. Ну вот такие большие праздники, мы участвуем в проведении праздников. Назвать их пенсионерами трудно. Они по своему жизнелюбию фору дадут иному 20-летнему. Светлана Миронова приготовила коллегам подарок — песню собственного исполнения. Мы на пенсии не должны скучать. И я вам больше скажу, что мы на самом деле не скучаем, потому что у нас поют все, у нас поет весь округ, танцует, читает стихи, пишем, сочиняем. В общем, живем полной жизнью. Иван Рочев — участник коми-движения из Ватась. Своей миссией считает сохранение традиции языка коми. Молодежь не говорит. Потом выдвигать молодежь, типа вас, чтобы были депутатами, чтобы были наши представители во власти. Сейчас это все у нас сошло почти на нет. Особенно последнее архангельское руководство последних убрало. И сейчас, по-моему, в администрации ни одного коми-человека нет. Тем временем со сцены звучали поздравления. Приветственные адреса Ненинскому региональному отделению направили глава Российского союза пенсионеров Валерий Рязанский и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Глава региона Игорь Кошин вручил самым активным и позитивным цветы и благодарственные письма, а на плечи им накинул расписные платки. Ольга Русул, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Будьте здоровы! Сегодня во всем мире отмечают, пожалуй, один из самых важных праздников – Международный день здоровья. Он появился 66 лет назад с созданием Всемирной организации здравоохранения. По традиции, в этот день медики призывают вести здоровый образ жизни и еще предлагают бесплатную помощь и консультации различных специалистов. Для самих людей это очень удобно – пройти необходимых врачей в одном месте и всех сразу. Олег Хатансийский в этом убедился. Артериальное давление – 160 на 88 давление. Проверить давление – уровень сахара, холестерина. Екатерина Степановна рассказывает, впервые за несколько месяцев смогла пройти сразу всех специалистов, которым в будние дни попасть все не получалось. Проблемы со здоровьем. Болят ноги и дойти до поликлиники – для пожилой женщины – настоящее испытание. На благотворительную акцию в культурно-деловой центр ее привела подруга. Одна-то я никуда падаю. Ноги болят. Все, то гипсия, рука, то нога в гипсии была. На одном этаже сразу несколько площадок. Здесь каждый желающий может измерить свое артериальное давление, за соседним столом сдать кровь в бланк с результатами практически сразу же. А это экспресс-диагностика состояния сердечно-сосудистой системы. Врач не только делает кардиограмму, но и показывает человеку так называемый портрет его сердца. При помощи этого метода можно определить не только наличие или отсутствие ишебической болезни сердца. Здесь вот именно что экспресс-диагностика. То есть он приходит, у него тут же за две минуты снимаются показания холестерина, общего холестерина и показания глюкозы. Для воспитанников коррекционной школы-интернат праздник здоровья стал скорее неким представлением, где с интересом можно понаблюдать за работой врачей и посмотреть на современную технику. И, конечно, испробовать ее на себе. Каким уже столиком подходил? Первым, а потом вторым. Давление мерили тебе? Да. Ну что говорят? Нет. Ну, нормально. Здоров, то есть, да? Да. Акцию, посвященную Дню здоровья, наринмарские врачи проводят впервые. Теперь для Ненецкого округа настанет доброй традицией, уверяет методист отделения медпрофилактики окружной больницы Татьяна Адаменко. Тем более, что население к ней проявило повышенный интерес. Врачи шутят. Это говорит о том, что для многих здоровье больше, чем просто слово. Здоровье – это не просто занятие спортом, да? Это такая жизненная позиция, когда вы правильно питаетесь, соблюдаете режим дня, чистите зубы, живете полноценной жизнью. Даже гулять с собакой – это здоровый образ жизни. Не просто отпустить собаку на улицу саму по себе, а именно пойти с собакой гулять. Всего в этот день квалифицированную помощь специалистов смогли получить более 50 человек. Для всех желающих также провели мастер-класс по скандинавской ходьбе и организовали концерт, на котором выступили работники учреждения здравоохранения. Олег Хатанзейский, Николай Тротин, Телеканал «Север». Если вы не можете сами прийти к врачу, тогда врач придет к вам. В Обществе инвалидов Нинского округа тоже отметили День здоровья. Пенсионерам измерили давление, взяли кровь на сахар и холестерин, а после врачи и пациенты вместе пили чай и обсуждали насущные проблемы. Как правильно наблюдать за своим здоровьем? Как измерить необходимые параметры работы систем организма на дому? Мастер-класс для пенсионеров проводят медицинские работники. Такая помощь весьма полезна, ведь прийти на прием к врачу в таком возрасте под силу не каждому. В больницу не в тяжело ходим, а вот так сюда придем. Здесь и пообщаемся, здесь и полезное дело сделаем. Полезна информация и в брошюрах. Все о гипертонии и действиях при ее возникновении. Более чем актуально, говорят пенсионеры. Стараемся, отвечают врачи. Мы проводили такую акцию три года назад и решили вот снова повторить. Люди пришли вообще с желанием, охотно, дисциплинированно. Все к восьми часам уже большая группа людей подошла. Вот видите, сейчас более 30 человек и в течение дня они все будут к нам идти. Такие мероприятия очень нужны пенсионерам и членам общества инвалидов, рассказывает Надежда. Ведь они смогут не только узнать состояние своего здоровья, но и приятно пообщаться в дружеской атмосфере, которая порой так не хватает пожилым людям. Иван Бурых, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Смех – лучшее средство для сохранения здоровья. Уверены квенщики клуб веселых и находчивых Наринмара открыл сезон. В первой игре за звание «Самый смешной» боролись пять команд. Одноклассники, XY, пристегните ремни, тырыпыры на своей волне и команда-команда. Посмеяться в этот вечер пришли более 500 зрителей. Удалось ли, знает Олег Хатанзейский, который принимал в праздничной программе непосредственное участие. За кулисами последние приготовления перед выходом на сцену. Участники волнуются. Еще бы, ведь для большинства из них это выступление первое. Дебют, которому они шли больше полугода. Встречайте их – веселых и находчивых. Дорогу молодым громко кричат чемпионы КВН прошлых лет. На сцене новички. Команда тыры-пыры на своей волне. И пусть еще столь юные юмористы неопытные рассмешить публику им все же удалось. На сцену я приглашаю. Теперь эмоционально. Нам нужно приступить и ремни. Че? А это команда «Х-Игрик». Пожалуй, одна из самых опытных и больших. Нет, дело не в возрасте и весе участников. Дело в их количестве. Визажисты, музыканты, световики, пожарная бригада, водители нашей команды и талисман нашей команды. И перед вами была команда «Х-Игрик». С каждой игрой в КВН приходят не только новые команды, участники, но и спонсоры. Как финансовые, так и информационные. Благодаря им, веселым и находчивым, есть за что бороться. Селиканал «Север» поддерживает КВН, являясь информационным спонсором, поддерживает творческих, активных, молодых. Поэтому, если есть желание, если есть идеи, приходите, обсудим, поддержим, поможем всегда. Сегодня все победители. Проигравших здесь нет. Каждая команда стала лучшей в определенной номинации. Первая игра нового сезона завершилась, но совсем скоро зрительный зал делового центра «Артика» вновь соберет любителей КВН. Олег Хатанзейский, Николай Тротин, Телеканал «Север». Самых быстрых и ловких тундровиков определяли в Нарьинмаре на восьмых спортивных состязаниях «Семенхат-Мирит». А традиционно соревнования оленеводов в национальном многоборе и гонках на оленях-упряжках стали главным событием в праздничной программе. Кто в этом году признан лучшим ездоком и обладателем главного приза, смотрите в нашем сюжете. Семь чумов на Качукарсинской курее и необычный кинозал практически под открытым небом. Таким «Семенхат» не был еще никогда. В чуме документальные фильмы о бытии и культуре коренных малочисленных народов. Вход в рамках первого в истории округа международного кинофестиваля «Свободный». Добавляет национального, но уже самского колорита норвежская рэп-группа из Каутакейна. Но когда начинаются заезды, все внимание на трассу. По итогам трех отборочных заездов, в которых соревновались 33 оленевода, самым быстрым оказался Михаил Вылка, представитель 7-й бригады СПК «ЕРФ». Свою победу воспринял очень спокойно и скромно предположил, что это всего лишь счастливый случай. А как думаете, благодаря чему вам удалось приехать первым? Или хорошо олени готовили, или случайно? Нет, может повезло, случайно. И если мужчины управляли оленями спокойно, то у женщин возникали проблемы. В отборочных заездах соревнований снялись сразу несколько участниц, олени которых отказались ехать. В итоге на старт финальной гонки вышли только 7 упряжек из заявленных 16-ти. Первая пересекла финишную прямую Валентина Литкова, также представитель ЕРВА. Валентина Федотовна – давний поклонник и победитель различных состязаний, но за такой приз боролась впервые. Ощущения самые-самые, что у меня есть. Радостные, короче говоря. Проехала я без проблем и даже, можно сказать, без напряга особого. Чего я добивалась, я все равно добилась. Хорошо объезженная упряжка, толковый передовой и поддержка родных. В отличие от победителя в мужских заездах, Валентина Литкова имеет несколько секретов успешной езды. Один из них – не подходить близко к заветному призу до соревнований. Теперь к новой Ямахе можно не только подойти, но и проехаться на ней. Встретиться в следующий раз и помериться с силой оленеводы смогут теперь в августе на дне оленя. Валентина Чебичик, Сергей Качегов и Леонид Шишелов, телеканал «Север». Это выпуск новостей завершен. Спасибо, что были с нами. Приятного вечера и до встречи на север.